Поправка 23. Мы говорим о документе, который предполагает, как декларируется при его принятии, обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие поселений. Поправка предусматривает, что решение о том, чтобы какой-то квартал в городе определить по территории комплексного развития, не должно противоречить генеральному плану развития соответствующего муниципального образования. Мне представляется, что этот подход совершенно очевиден, потому что генеральный план развития – это научно-обоснованный документ, отталкивающийся от того, как должна выглядеть перспектива этого города, села, поселка через 20-25 лет, и никакие ситуативные решения не могут противоречить генеральному плану. Пожалуйста, докладчик. Уважаемый Олег Васильевич, генеральный план развития муниципального образования, такого документа у нас в Градкодексе нет. Соответственно, и применять эту формулировку в тексте закона проекта мы не можем. Комитет рекомендует отклонить. Ставится на голосование 23-я поправка. Комитет против принятия данной поправки. Включите режим голосования по 23-й поправке. Не голосуем, Саша. Покажите результат. Отклоняется поправка под номером 23. Пожалуйста, по 24-й поправке Олег Васильевич Шейн. По всей стране с 18 века утверждаются генеральные планы. Теперь мы говорим, что их нет. 18-я поправка, 24-я поправка. Речь идет о том, что в проекте закона предполагается, что единым документом может быть определено наличие территории комплексного развития, не связанных между собой единым пространством. То есть некая нарезка, разбросанная в целом по городу. Очевидно, что само по себе здесь возникает противоречие. Если это территории комплексного развития, то мы говорим о единственном числе. А если это территории, которые между собой могут быть существенно разнесены, то эта история другая. Это вопрос непраздный, потому что он прямиком связан как раз с возможностью планирования соответствующего муниципального образования, жизни людей и формирования каких-то единых подходов в том, как должно развиваться соответствующее поселение, либо город. Пожалуйста, мнение комитета. Вы сразу выступаете. Территория комплексного развития подразумевает, что она может быть сформирована из нескольких участков. И это возможность для субъекта, а не обязанность. И мы считаем, что если это один договор о комплексном развитии территории, тогда могут быть и смежные территории. Комитет рекомендует поддержать. Ставится на голосование 24-я поправка, комитет против принятия. Включите режим голосования. Ну вот таких надо сохранять. Покажите результат. Отклоняйтесь. Поправка под номером 24. По 25-й, пожалуйста, Олег Васильевич. Нам здесь говорят, что этот закон нужен гражданам России. Нет, ну может быть у кого-то около приемной стоят разорившиеся девелоперы, которые просят закон срочно принять. Ни ко мне, ни к моим коллегам по фракции никто не обращался на эту тему. Более того, граждане серьезно обеспокоены. Мы говорим на самом деле о серьезных строительных ситуациях, когда неаварийные дома с так называемой некоторой степенью износа, а любой дом начинает изнашиваться спустя сутки после введения в эксплуатацию, поскольку возникает процесс амортизации. Эти неаварийные дома могут быть, по сути, изъяты у собственников с предоставлением взамен некой якобы компенсации. Мы предлагаем к этому закону применить норму, за которую этот зал голосовал полгода назад, а именно о том, что любые решения о том, что какой-то квартал уходит по территории комплексного развития, проходят через процедуру, предусмотренную законодательством об инициативном проектировании, то есть выносится на всенародное обсуждение и всенародное голосование в рамках соответствующего муниципального образования. 131 ФЗ предусматривает, мы сквер можем разбить, отремонтировать полдорожного... Пожалуйста. Значит, статья 26.1 131 Федерального закона на местном самоуправлении как раз подразумевает такой порядок обсуждения, как инициативные проекты. Остановлюсь на том, что это необязательный порядок, он может быть, а может и не быть. И, соответственно, здесь делать вот таких вот дополнительных вещей, которые могут быть, а которые нет, мы считаем, что это только усложняет процесс. Мы мнение граждан на нескольких этапах, на этапе голосования, на этапе публичных слушаний, на этапе возможности выхода мы уже учли. Плюс, если мы посмотрим более детально 26.1 131 Федерального закона, то там инициаторы могут быть граждан, и органы местного самоуправления, и староста. А мы подразумеваем, что у нас комплексное развитие территории может происходить, допустим, по инициативе правообладателя, чего в данном... ну просто нет и не может быть, потому что это из разных опер. Ставится на голосование поправка под номером 25, комитет против принятия. Включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняйтесь, поправка под номером 25. Пожалуйста, по 26, Олег Васильевич. В общем, полгорода любого может быть, вопреки генплану и без обсуждения с предусмотренной законом процедуры в режиме инициативного проекта, передана под застройку. Давайте разберемся, кому предлагать передать под застройку. У вас так называемые инвесторы, вот эти несчастные, это фирмы, которые отличаются тем, что за последние пять лет они вливали в эксплуатацию жилые объекты площадью от 5000 квадратных метров. 5000 квадратных метров – это одна девятиэтажка, полторы пятиэтажных дома. Очевидно, что никак под какие-то серьезные системные компании будет подвести не мощь с такими минимальными порогами. Предлагаем поднять эту планку, скажем, хотя бы раз так в 10. Уважаемый Олег Васильевич, мы с вами абсолютно согласны, поэтому установили в законопроекте порог 10% от планового объема застройки ПКРТ. А если говорить о 50 тысячах квадратных метров, я специально сегодня посмотрел, где у нас сколько чего строится, у нас 10 субъектов строят менее 50 тысяч квадратных метров в год. Тогда мы вообще там ничего построить не сможем. Поэтому, ну, в принципе, я с вами согласен, норма эта ваша отражена. Спасибо. Покажите, пожалуйста. Результат отклоняется. Поправка под номером 26. Пожалуйста, по 27-й поправке, Олег Васильевич. 27-я поправка. Законно предусмотрено, что частная компания в центре города или в любой другой части может с минимальным фактическим учетом мнения людей там проживающих получить территорию под застройку, вопреки генплану, вопреки идеологии, где какие дороги должны строиться, с последствиями в виде соответствующих потом дорожных заторов и так далее. Но при этом законно же предусмотрено, что соглашением между субъектом федерации и этой компанией может быть предусмотрена обязанность бюджета проводить финансирование по инженерным коммуникациям, по дорогам и прочее. То есть фактически речь идет о том, что мы приватизируем, как обычно, прибыли и национализируем убытки. Вот эту вещь мы предлагаем отсюда, естественно, исключить. Основная концепция закона проекта в том, что мы объединяем бюджетное финансирование в небюджетные источники. Насколько баланс между ними распределен, зависит от конкретной ситуации, от субъекта, от территории и так далее. А вычеркнуть и не дать здесь возможности участвовать бюджету, это значит просто остановить этот проект. А если мы все это полностью повесим на, значит, инициатора, либо застройщика, но тогда проект просто работать не будет, и стоимость квадратного метра значительно вырастет. Не поддерживаем. Ставится на голосование 27-я поправка. Комитет против принятия. Пожалуйста, включите режим голосования. Пожалуйста, покажите результат. Отклоняется поправка под номером 27. Пожалуйста, по 28-й поправке. Павел Михайлович, ну, умеет кататься, умеет саночки возить. Ты инвестор, ты капиталист. Ты считаешь, что ты сможешь получить на этом прибыль. Почему тебе кусок прибыли при этом должен приносить бюджет, сокращаясь социальные расходы. Но давайте разберемся дальше с вашими инвесторами. 28-я поправка. Она, мне кажется, совершенно очевидна в этом зале. Ваш инвестор не должен иметь долгов по зарплате перед собственными рабочими. Если он имеет долги по зарплате перед людьми, которые реально вкалываются, дают прибавочную стоимость, ему в том числе, он не может никак быть стороной, с которой руководство региона заключает договор о комплексном развитии территории. Давайте очистим закон от проходимцев, не способных даже выполнить свои обязанности перед рабочим классом, который на них трудится. Абсолютно с вами согласен, Олег Васильевич. Поэтому установили, что критерии и требования к участникам торгов устанавливает правительство. А по каждой конкретной ситуации там, может быть, надо еще и больше спрашивать, чем вы говорите. Поэтому это будет в их ведении. Ставится на голосование 28-я поправка, комитет против, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста. Отклоняется поправка. Пожалуйста, 29-я поправка. Мы с вами понимаем, что правительство может как принять эту позицию, так и не принять ее. Соответственно, сейчас вы отклонили предложение «Справедливая Россия» о том, чтобы фирмы, имеющие долги по зарплате по отношению к сотрудникам, не могли быть так называемыми инвесторами по вашему законопроекту. Они могут теперь быть, если правительство не примет иное решение. 29-я поправка прикликается к самой первой. В тексте вашем сказано, что решение по территории комплексного развития может не соответствовать правилам землепользования и застройки тем самым правилам, по которым определяются. Здесь малоэтажные строители, здесь многоэтажные, здесь рекреационная зона, здесь историческая часть. У нас фактически написано, что потом, после того, как подписано это соглашение, под него уже подстраиваются правила землепользования и застройки. То есть не предприниматель под город, а наоборот. Мы предлагаем ввести соответствующую корреляцию. Уважаемый Олег Васильевич, у нас комплексному развитию территории уже больше 10 лет. И по факту единицы проектов были реализованы на всей территории России. Почему? Сроки согласования, изменить полностью весь комплект градостроительных документов, еще чтобы одно другому соответствовало, просто возможно не представляется. И мы сегодня настраиваем эту систему. И мы говорим, что если граждане проголосовали, общественное слушание, мнение учтено, территория включена, ну так почему тогда не изменить-то градплан, почему не изменить вот эти вот, не подстроить территориальные документы? А о чем вы говорите, это вы говорите, вы в начале два года потратите на то, чтобы вот это поменять, потом еще год на то, чтобы вот это поменять, а потом уже и не нужно будет никому. Не поддерживаем. Ставится на голосование 29-е поправка, комитет против. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется поправка под номером 29. Пожалуйста, по 30-й поправке, Олег Васильевич. Может, оно на старте никому не нужно, кроме ваших строительных компаний, которые, очевидно, мотивированы в этом законопроекте. И больше никто, кроме них. Давайте по 30-й разберемся. Как теперь люди у вас будут голосовать? В законопроекте, принятом первом чтении, у вас голосуют наниматели. Я не очень понимаю, как эта система у вас работает, потому что это может быть и большое количество прописанных людей. И более того, правила конкретные о том, как идет порядок общего собрания, как определяются лица, участвующие в голосовании, учитываются их голоса, определяются субъектами федерации. А чего бы это? У нас жилищный кодекс единый документ. Он определяет единые права собственников по всей стране. С пределами России предлагает ничего не придумывать, не изобретать велосипед, а сесть на тот велосипед, который работает уже у нас 20 лет. В рамках жилищного кодекса сохранить процедуру голосования, которая подосмотрена действующими правилами. Две трети голосов от собственников данного квартирного дома. Олег Васильевич, так и есть две трети. Две трети. А то, что вы говорите, вы считаете, что не должны наниматели голосовать, но мы с вами не согласны. А почему наниматель не может голосовать? Тогда вы, получается, сами себе противоречите. Если вы считаете, что все коррумпированы, и власть, и субъект, значит, и муниципалитет коррумпированы застройщиками, то тогда будут муниципалитеты, как собственники, голосовать так, как им надо. А мы говорим нет, должен голосовать наниматель, потому что это он там живет. Мы, наоборот, защищаем права больше, чем вы предлагаете. Ставится на голосование поправка номер 30. Комитет против. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняется поправка под номером 30. По 31, пожалуйста, обоснуйте. Возвращаясь к предыдущему, может быть, вам вначале был смысл провести дискуссию в парламенте. Я думаю, что у вас не получилось бы это решение об изменении базовых подходов жилищного кодекса, а потом уже опять фрагментировать российское законодательство, где мы вот здесь мы так работаем, здесь мы по-другому. И в этих законах никто не в состоянии разобраться, потому что они каждый раз пишутся под совершенно конкретные чьи-то желания. 31 поправка. Вот разберемся дальше. Самая интересная вещь. Размер компенсации тем людям, кого вы собираетесь выселять из их домов в рамках так называемых собраний. Поправка у нас очень простая. Что размер этой компенсации должен быть достаточным для приобретения иного жилого помещения, пригодного для проживания, соответствующего древним жилищным законодательством. У нас сплошь и рядом ситуации, когда мэры городов, представители вашей партии, людям предлагают выкупную цену по 15-20 тысяч рублей квадратный метр вдвое ниже, чем средние по городам. Мы предлагаем обеспечить элементарные права людей в рамках ваших расселений. У нас согласно действующему законодательству, согласно 32 статье части 7 Жилищного кодекса Российской Федерации происходит расселение. Ничего там нового не придумано. Мы никакого нового порядка не внедряем. И еще помимо этого права, это возможность получить денежную компенсацию. Либо ты получаешь жилье. А если ты не хочешь получить жилье, но хочешь получить деньги, то получай деньги. Это же право гражданина. Мы все права здесь сохранили. Коллеги, ставится на голосование 31 поправка. Комитет против принятия включить режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняется поправка под номером 31. 32 поправка, пожалуйста, Олег Васильевич. Беда в том, что как раз действующая норма закона не защищает права людей. И ваша логика очевидна. Либо ты получаешь вместо квартиры в центре города такую же площадь на окраине, либо тебе дают кусок денег, выкупную цену, которая не позволяет тебе ничего толком купить, потому что она недостаточна для приобретения жилья. Сегодня так работает 32 статья, предлагать это закрепить, но уже в рамках фактического выселения людей из неаварийных домов. И закон этот ваш, на самом деле, под своим последствием сравним с антипенсионной реформой вашей же. То есть вторая поправка простая о том, что документация не должна расшляться без учета положений территориального планирования субъекта Федерации муниципальных образований. Вы предлагаете формировать документацию планирования, игнорируя ранее принятое решение по территориальному планированию субъекта либо муниципалитета. Полностью перечеркивая, все ранее принятые решения ради какого-то конкретного застройщика. Мы предлагаем исключить эту систему. Олег Васильевич, субъект и муниципалитет не вносил эти планы в свою территорию, значит, эти территории в планы и не менял их соответствующим образом. Потому что если бы он это сделал, признал жилье аварийным, то у него бы сразу появилась обязанность по переселению, а денег нет, Олег Васильевич. И вы это знаете очень хорошо. И вы постоянно говорите о тех каких-то мифических застройщиках, которые сейчас. Я вам докладываю, 66 субъектов Российской Федерации у нас на стадии инвестиций не начинали проекты в этом году. У нас две трети субъекта строить не начинают вообще ничего. Поэтому о каких этих мифических застройщиках, всех, которые коррумпировали и пришли? Видимо, вы говорите, наверное, о Москве, об области, где идет строительство. Олег Васильевич, у нас по стране другая история. Нам помогать им нужно, а не мешать. И здесь как раз, вот о чем вы говорили, это повтор, мы просто будем опять сроки удлинять. Ставится на голосование поправку под номером 32, комитет против. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется.